Продолжение следует... 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 Иисус Христос есть истинный Бог и жизнь вечная 1 Иоанна 5.20 Если еретики настаивают, что Сын есть Бог Божный Так как Отец назван единым истинным Богом То пусть знают, что этот же самый Евангелист говорит о Сыне Был свет истинный Иоанна 1.9 Уже ли же по их понятию Отец есть ложный свет? Но нет, прочь такая мысль, посему Когда называют Отца истинным Богом То называют Его так, в отличие от ложных Богов языческих Подобно, как и в словах Славы, которые от единого Бога не ищете Иоанна 5.44 По понятию еретиков выйдет Так как Отец единый Бог, то Сын вовсе и не Бог Но такое заключение поистине безумно В Англии Тано, 17 глава 4 по 5 стихи Я прославил Тебя на земле Совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить И ныне прославь меня Ты, Отче У Тебя самого славою, которую я имел у Тебя прежде бытия мира Я открыл имя Твоё человекам, которых Ты дал мне от мира Толкование Ибо на небесах Он был прославлен, будучи поклоняем от ангелов А земля не знала Его А как Сын всем возвестил о Нем, то и пишет Я прославил Тебя, посеяв богопознание по всей земле И совершив то дело, которое Ты поручил мне Ибо дело воплощения единородного было Осветить нашу природу Низвернуть миродерство, которого прежде боготворили Насадить богопознание между тварью Как же Он совершил это, когда еще и не начинал Все говорит, что мне нужно было сделать Я совершил Да Он сделал то, что больше всего Садил нас корень добра, победив дьявола И самого себя предал Всепожирающему зверю смерти А от этого корня По необходимости пойдут и плоды богопознания И так Говорит Я совершил дело, потому что Я посеял Посадил корень А плоды выросли Естество плоти еще не было прославлено Так как оно не сподоблялось еще Ни тление И не приобщалось царского престола Посему-то и говорит Прославь меня То есть Мое человеческое естество Которое теперь не в чести Которое будет распято И возведеванное в ту славу Которую я Слово и Сын Твой Имел у тебя прежде бытия мира Ибо естество человеческое Он с собой посадил на престоле царском И теперь поклоняется ему Всякая тварь Я открыл имя Твое человека Но мы много раз говорили Что если тогда имя Божие и было известно То одним только иудеям И при том не всем А теперь говорится о язычниках Будто им будет известно имя Божие Так как Христос дал уже семена богопознания Не изложив дьявола Ведшего и доуслужения Иначе Если и знали Бога То знали не как Отца А только как Творца Но Сын возвестил о нем как Отце И словами и делами дал знать о самом себе А кто доказал сам о себе Что Он Сын Божий Тот очевидно Вместе с Собою дал знать и об Ахсе 6-8 стих Я открыл имя Твое человекам Которых Ты дал мне от мира Они были Твои И Ты дал их мне И они сохранили Слово Твое Ныне уразумели они Что все что Ты дал мне от Тебя Ибо слова которые Ты дал мне Я передал им И они приняли и уразумели истинно Что Я исшел от Тебя И уверовали что Ты послал меня Толкование Господь хочет утвердить две мысли Одну ту что Он не противник Отцу А другую что Отец хочет Чтобы они веровали Сыну Ибо кто верит Христу Тот сохраняет Слово Божие То есть Писание Закон Ибо Писание возвещает о Христе Ныне говорит ученики мои Узнали что Я не имею ничего особенного И что Я тебе не чужой И что все что Ты дал мне Дал не в дар как созданию Какому-нибудь Ибо это не приобретено Мною То есть от Тебя То есть принадлежит Мне как Сыну И лицу властному Над тем что принадлежит Отцу Откуда же узнали что Откуда же узнали это ученики мои Ибо слова которые Ты дал мне Я передал им То есть из моих слов Из моего учения Ибо Я всегда учил их тому Что есть от Отца И не только этому учил Но и тому учил Что Я исшел от Тебя И что Ты послал меня Ибо во всем Евангелии Он хотел утвердить Утвердить ту истину Что Он не противник Богу Но исполняет волю Отца И комментарий Игнатия Лавкина Сегодняшний день Почему развитие церковной жизни Православной Церкви Пошло не по Слову Божию А через бесконечные наслоения вымыслов Какие силы были положены на то Чему нет никакого оправдания в Библии Если на священники нет и Петрахили Поручи или еще чего-то Все остановится Служить нельзя А Библии нет тысячи лет И все строгости Какие Бог изыскал Относительно Слова Божия Все угрозы касающиеся сокрытия Хотя бы единого Слова в Священном Писании Все это переложили на Бога Служение От Которого теперь нельзя Ни отнять, ни прибавить Чего проще было бы сегодня Собраться все вместе Даже в одной епархии Когда священники съезжаются На исповедь И каждому бы из них поставить вопрос Верят ли они в Бога и Слово Его Проповедуют ли чистые Евангелия Или насаждают вымыслы человеческие в посомах Неужели нет ни одного прозорливого христианина Который мог бы так поставить вопросы И нелюбовь ко Христу, к Библии Определить как духовную гибель И за все, что было бы говорено вместе И за все, что было бы говорено Вопреки Слову Божию На всех наложить анафель Апостол Павел Клятвою и страшными угрозами За изменение истинного благовестия Грозит даже небу и всем апостолам Своим соратникам 1 Каифонам 16.22 Кто не любит Господа Иисуса Христа Анафима Маранафа Галатам 1.8 Но если бы даже мы или ангел с неба Стали благовествовать вам Не то, что мы благовествовали вам Да будет анафема Галатам 1.9 Как прежде вы сказали Так и теперь еще говорю Кто благовествует вам Не то, что вы приняли Да будет анафема Ибо кто верит Христу Тот сохраняет Слово Божие То есть Писание Кто не сохраняет Слово Божие Тот оказывается не верит и Христу Хотя бы и казался верующим Господу нашему Слава Во веки Аминь Радостно видеть всех братьев и сестер Сегодня вот в таком нашем форуме А он был молодой давно? Вчера был А вчера он был, сегодня на службе На работе На работе На работе Значит Батюшка наш Отец Вуховный Помнит нас Беспокоится о нас Несколько раз звонил уже Сейчас он находится в Москве У родственников И вскоре выйдет к нам сюда Так что молитесь Его Что Господь сохранил в пути От всех опасностей От всех недобрых и глухих людей Всем поклон передает Ну кого есть слово? Благодарю всех за молитву Маме операцию сделали Ну сказали Вроде успешно Сейчас она в реанимации В пятницу сделали Два дня в реанимации Завтра должны перевезти Если все будет благополучно Вчера весь день я в больницу ходила Никого не нашла Хуста Сидит один дедок На вахте Вообще никого Я ничего не знаю Никакой справочной Ничего там нету Это вот на Никитина Никого Никого В палате Одна бабулька лежит Ничего, говорит, не знаю Слава Богу Допробит ее Господь И чтобы познать его истину Весь день звонила Не дозвонилась Я тоже благодарю всех вас За ваши святые молитвы Тест мой прооперирован Таких еще год назад Можно было говорить о том Что их участь уже известна Они будут лежать Как подлежала наша дорогая сестра Александра Ивановна Тоже с переломом шейки бедра Не оперировали Теперь оперируют До нас прооперировали 92 года Я с тут 90 лет Прооперировали И на третий день подняли Стоял уже на ногах Уже передвигался Так что мы сейчас Его занимаемся У нас находится Мы его обихаживаем Заставляем подниматься Надувать шарики Чтобы не было пневмонии Ну и вот Господь еще продляет Его дни Пытаемся как-то Ему там постоянно Говорить об этом О том, что Время уже близко Что надо прийти к Господу Познать истину Его Были у него Моменты, когда он Помнил о том, что Есть Господь Ну а потом Вся советская действительность К сожалению И сейчас он купается В той славе, которая была Куча всех этих Адресов Благодарственных всяких адресов Там всего прочего То есть Хвалебные всякие там Слава были Ну вот До сих пор еще там бывает Буквально до последнего времени Он там в КЗС В законодательном собрании Нашем был Он, кстати Почетный гражданин Алтайского края Ну, молите, что Господь Продлил его дни Опять же для того, чтобы Познал истину Да, Браган Вот хотел Напомнить Что у нас Патриарх Есть в России И вот На Успение На Успение На Покров Он В храме Там Успение В Москве Говорил проповедь И там проповедь была На слова Любите врагов ваших И Патриарх Делает Такие выводы Говорит так Вы не думайте Он прям Прямыми словами Говорит Не думайте, что Христос Здесь говорит о врагах Которые покушаются На наше Отечество Внешних врагах Он не об этих врагах Говорит Он говорит о врагах Которые нас окружают В мирное время Здесь Ну и вот он Он это сказал Еще В Керчи Этот парнишка Кто не знает В Керчи В колледже Там в строительном Каком-то там Техническом колледже Парнишонка Четвертого курса Восемнадцать лет То есть понятно Он учился значит Если четвертого То учился с пятнадцати лет Где-то Или с четырнадцати Даже И он Расстрелял там И взорвал взрывное устройство Сам застрелился Всего погибло Двадцать один человек Двое еще В очень тяжелом состоянии В Москве Непонятно Выживут пацаны Или нет Его сверстники Ну даже еще младше Его И Когда он застрелился То боекомплект Не весь израсходовал У него было ружье Полуавтоматическое Типа Сайгака Что-то такое И Сто пятьдесят зарядов Картечи Очень много денег на это надо Столько нету Что-то купить Можно Можно машину купить Нормально На все это И Взрывные устройства были Он взорвал всего одно И Несколько не привел в действие Почему Непонятно Застрелился Видать уже Надоело убивать пацан Или еще что-нибудь Ну вот получается Что Ну в какой-то мере Патриархт Оказался прав Я конечно думаю Что Христос говорил Вообще о всех врагах Любите всех врагов Какие Какие внешние Внутренние Там какие Любые Но вот Как бы такое Небольшое пророчество Оказалось И действительно Враги прям вокруг нас есть И причем Даже детям нашим Сейчас Вот они сидят Вот фигушки Строят друг дружки А ведь это К ним обращается Сейчас Господь Попустив Такое Страшное Ну Бедствие Там Везде Там Собираются люди На митингах Я думаю В Барнауле были Там Эти Свечки несут Там Зажигалки Зажигают Там все это Ну Фонарики Там пускают Вот эти вот Со свечками Ну то есть Поминают этих людей Они больше по другому Не знают Как язычники Поминают Мы должны Как поминать Это должно Вот я спрашиваю Допустим На занятиях Спрашиваю Тарасик Спрашиваю Тарасик Все знают Что ты верующий Он говорит Не знаю Нет Не знают А ты с кем-нибудь Беседовал О Христе Рассказывал Никому не рассказывал Вот как раз Потому что Ты никому не рассказывал И ты никому не рассказывала И ты никому Там не рассказывал У себя в колледже Там или где Вы учитесь Вот они Эти пацанята И учатся у других Вот этому И не просто там Раньше мы говорили Про курение Там матерки Ну потом там О блуде Начали говорить Нет Дошло уже до убийства Потому что Они знают Бога Вроде бы И Священников уже много И У нас только в одной Уже В Алтайском крае Уже 4 епископа Добавили к нашему Митрополиту И еще будут добавлять Ну казалось бы Должно И все называют Патриарх Называют Всех Россиян Православными Всех И Шойгу Называют всех Православными Шойгу Вообще он этот Ну Бурят Он Он Буддист Буддист Всех Называют Православными И сам Крестится Ну да Шойгу Так они все Буддисты Буряты Все И причем И причем Он крестится Он крестится И называет себя Православным Потому что Путин Владимир Владимирович Называет себя Православным Есть такой форум Экономический Называется Валдай На Валдай Знаете И колокольчик Дар Валдая Утомительно Звучит Слышали Такие строки Пушкинские Дар Валдая Там колокольчики Делали очень хорошие Но Он так понравилось Это слово Что эти Валдайцы Себе взяли Это слово И придумали Новое слово Дар Валдая Дар Валдая Колокольчик То есть Значит Звенит И вот На этом Валдая Путин Недавно Это дня Три назад Было Говорил о том Там Задавали вопрос О том Ну вот НАТО Приближается К границам Что делать И он Недвусмысленно Заявил Что он верующий Человек Он так сказал Мы Не готовим Никаких Превентивных Ударов У нас просто Стоят ракеты И коды Всех стран Которые Имеют Янерное оружие И больше Ничего У нас нету Если откуда-то Полетело В течении Несколько секунд Мы узнаем Мне передают Я нажимаю Кнопку И все И по той стране Наносится Туда ракеты Летят И дальше Говорит так Ну а говорят А к нам-то Тоже ракеты прилетят Он говорит Ну да Прилетят И даже Мы умрем Но мы-то Не агрессоры На нас же напали Мы будем Мучениками А те А те Говорят Просто сдохнут То есть Ясно что Он в царство небесное Всех нас с вами Отправляет То есть Все мы с вами Православные У других нету Этого царства небесного Куда Путин Всех нас готовит И это Полностью Соответствует Концепции Которую сказал Патриарх То есть Враги Враги Которые внешние Всегда Говорит Церковь благословляла Их убивать Ну то Чтоб не лезли К нам сюда А вот враги внутренние Враги внутренние Вот И кто враги внутренние У нас Наши дети Вот Показала Керченская Трагедия Вот это Какие наши враги Как они легко И поддаются Вот на эти уговоры Ведь это понятно Что Парнишка Действовал По какому то Сценарию Простой парнишка Маленький Такой Худенький Ну как Какой Ну вот как Тараси Может как Нестор Вот такой Чуть повыше Наверное И все И как Взорвал на первом этаже Взрывное устройство И в этот момент На втором этаже Он находится То есть у него По пульту было Начинает стрелять Стрелять Всех Кого увидит Пятерых Преподавателей Застрелил А остальные Все там Пацанята Ну там еще Эту Застрелила Женщина Которая Охранница Вот тоже Нашли Да Охрану Конечно Детектор Который там Проносить Что Не работал Он зашел Вот с таким сумарем Показывает Несет Сумка Огромная Ну такие Длинные сумки Спортсмены ходят И прошел Спокойно Ну в общем Прошел И по главному Не по главному В общем он там Оказался И спокойно Все применил Как ему кто-то Рассказал Так что Наши Вот это Дети 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 Вы уже на На фронте Находитесь Вы никакие Не дети Вы воины Рассказывайте Где только Можно О Христе У вас Есть теперь Повод Рассказать Да это Очень Любознательные Любопытные Это вообще Все дети Задайте им Вопрос А вы знаете Почему он Это сделал Все Почему Потому что Никто не знает Почему он сделал Всех мучает Вопрос В новостях Там везде В переводике Везде Зачем он Это сделал Да потому что Он Бога не знал Поэтому это и сделал И расскажите о Христе О чем говорит Христос Любите врагов Ваших Не просто там любите Кто рядом с вами Находится Рядом со мной Находятся люди Я иду по городу Я не могу в них Видеть врагов Ближние мне враги Говорит Христос Он это говорит К тому Чтобы мы готовились Что Когда ты начнешь Говорить о Христе Тебе дадут отпор Раз дают отпор Тебе Говорят Нет Христа Нет То понятно Они становятся враги Христов Об этом все понятно Но Я не могу Видеть здесь врагов Я не Врагов Не могу видеть Спасибо Христов Брат Помоги Господи А болящих Татьяна Сергеевична Ну у нас слава Богу Мы все держимся Таких больных Что вот Сейчас уже начинаются Простудные Пока еще нет Никого От старец наших От Анны От Марии От Любови Петровны Поклон всем Они держатся Крепетсом Так Теперь звонила вчера Оля Симоненко Поклон всем Передает И очень скучает По нашему общению И такое у них Прозвучало Я говорит Подходила к епископу И хотела Она заступилась За Нину нашу Что же А вот К какому благословению Нина просила Всеволода Всеволода И она к нему подошла И стала говорить Ну что же Это стоит у нас Сестра На улице Знаете Что И ответил Стояла И стоять Будет А ты от них Так ты Определись Понятно Определись Валентина Валентина Общики И вот как Ей послать Евангелие Она просит Послать Евангелие Смотрит Наши Позволики Постоянно И тоже Желает Там Благодарствовать В адрес Идти Там все Платишь Восемь тысяч И все Там сложнее Маленькое Для того Что у него Племянник Не оформляет У него Половина Участка И все А без него Не о нас Не о том Нам с племянником Связано Поэтому Надо Нагович Чтобы Используй Украин Его Ясно Да Я прошу Помолиться О моем Брате Двоюродном Вячеславе Он Был В Потеряевке Один раз Помните Мы поставили Диагноз Рак Он Я так смотрю Он очень сильно Похудел И Поговоритесь Об его Обращении Да не 20 Нет Нет 40 За 40 Где-то 40 Ну что такое Спокойно Не то что Совсем Не верующий То есть Я последнее время Ему звоню Спрашиваю Он всегда Говорит Слава Богу Слава Богу Мы неверующие Как бы все Я с ним Умел беседу Он Когда заболел Он попросился Ко мне в гости Я ему Видите Я то через это Все прошел А вчера К нему приехал Я говорю Начал с ним Тоже беседовать Что врачи говорят Я не хочу Я не хочу На эту тему Говорить Давай о чем Нибудь Другом Че они тебе Говорились Будешь лечиться Будешь жить Че они Говорили И еще Есть такой Интернетный Вдруг Рустика Вдруг Вдруг Взбрил Городу Вдруг Перестал Читать Библию И мало Того Что Мне пишет Говорит Возьми пену Збрей Зачем Тебе Это Потом Я Замолчал Потом Което Время Пишет Прощение Просит И просит Помолиться Но опять же О чем просит Я еду В Италию На заработки Нужны Эму Эти заработки У него Были завершения Что он Воевать Хотел Идти За Украину Тяжело Там В Украине Но Давайте Молиться Спасибо Господи Призываю Всех Брати Сестер Еще раз Напоминаю Всегда Благодарить Бога Благодарить За все И в том числе За то Что у нас Есть мирное Время Еще За то Что нет Войны Но И в то же Время Помните О том Чтобы мы Не удерживали Карающие Десницы Господа Принимали Все с благодарностью Не Чуждались Огенных Испытаний А Огенных Испытаний Грибут Братья Сестры Я Очень Благодарна Вам За ваши Молитвы За ваше Участие В нашей Жизни С Виктором Я благодарна И Виктору Ныне ушедшему Такой Людей И в конце Концов Вот Я и Пришла В вашу Общину И я Благодарна И этому Очень Благодарна Людмиле Степановне Что она Первая Меня Подползнула На этот шаг Я могла бы Заблудиться Потому что В моих руках Была литература Далеко Не православная Я вам Всем Очень Благодарна За ваше Участие И за наше Братство Я вас всех Люблю Всегда В моих глазах Встаю На молитву Все Вы Имеете Место Быть Благодарю Вас Всех За молитвы Ваши И еще Последнее Прошу Чтобы Господь Помог мне Определиться В жизни Мое место Чтоб я нашла Служение Господу Но какое Оно Конкретно Чтобы Господь Меня Вывел В это место Сам Помоги Господи А вы Где остались Жить-то Определились? Жить я остаюсь Там в деревне Хотя Меня Вот хоть Сейчас Забьем Дом И уедем Я спешить Не буду Пока Господь Дает мне Силы Я так Думаю Что я буду Сохранять Тот дом Где я живу Он прекрасный Место Очень прекрасное И мне там В нем Хорошо И удобно Дети Конечно Мне помогают И Степан Они очень склонны Очень Ну и как-то И любят Эти беседы Слушают И Ну как бы Вы почаще Сейчас уже будете У нас Да Я так Вот Мои такие Я не хочу сказать Что я определила Прямо конкретно Все Нет Нет Еще У меня не было На это Времени Потому что Я была Занята То болезнью Мужа То его Похоронами То Сейчас еще От этого Не отошла И Сейчас у меня Наступает Такое время Когда я На молитву Встаю Я уже Встала На эту На молитву Впереди Я там Я молилась Об этом Ну знаете Мне Как-то Еще Вскользь И помаленьку Помаленьку А сейчас Я уже Определилась И Молюсь о том Чтобы у меня Была возможность Посещать сюда Но впереди То зима Это Дом у меня Печное отопление И Думаю Хотя бы Вот если бы Получится У меня Быть Вот Как батюшка Через неделю Чтобы Мне и там Не запустить И тут Не упустить А дрова У вас есть? Я обеспечена Полностью На зиму Мои Свети Успели Заготовить Все Дом К зиме Полностью Готов Вот Только Теперь Мне вот Это Самая Большая Забота Это Не в том Что я Уеду И там У меня Все погибнет Нет У нас Трасса Проходит За деревней И Сам Автобус Он тоже Проходит За деревней И утром Рано Надо идти Вот зимой Это темно И Возвращаться Домой Это тоже Темно Но там Ладно Вернулся Домой Сразу И побежал Потрать А вот Когда уезжать Это приходится Стоять Это темно Это опасно Деревня Далековато Там хоть Закричи Закричи С тебя Никто Не Услышит Я С этим Сталкивалась Не Один Раз Уже За Это Время Как Это Трудно И Как Это Опасно Поэтому Вот У меня Самый Большой Вот Это Закричи Закричи Попросить Закричи 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 Одно Которое Однажды Выразил Александр Солженицын При получении Нобелевской Премии Люди Забыли Бога Тире Отсюда И все Остальное Люди Забыли Бога Он Не Знает Что Делал Как Вот Души Вышли Из Тел И Он Сво Себя Убил И Теперь Увидел Какой У них Там Разговор Был Лен Единственный Кто Там Встретился Как Враг Он Который Стрелял Вокруг Взрывного Устройства Болты Гнутые Гвозди И все Это Брюшную Полость Разорванные Кишки И теперь Борются На тяжелом Состоянии Ну Как Врач Знает Дело В том Что Все Мы Смертные У меня Устаревшие Данные Но Примерно 75 Тысяч Умирает Ежедневно От Голода Недоедания На земле Более 150 Тысяч Общая Смертность Ежедневно В России В среднем Каждый день 20 тысяч Абортов Тысяч И никакого Траура Нету Статистика Показывает Сколько Убили Прибрежья Киандропова Черненко Ужасно При Горбачеве Не показывает Только При сегодняшнем Правителе Единственный Кто Стоит На этом Пути Точно Непоколебим Аранзан Кадыров Вел Закон Преступление Как Убийцу Карать А в Российской Федерации Находится Все И к нему Никто не прикасается Я в молитвах Всегда о нем молюсь У меня есть благодарность От него Я спрошу Сейчас Простой вопрос Поднимите руки Кто пенсионер И кто не работает Не подрабатывает Свободная Сколько у нас пенсионеров Ну-ка поднимите Я посчитаю Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Я одиннадцатый Где двенадцатый Двенадцатый Вон он Я одиннадцатый Тоже Ну примерно Больше Так Вы послушайте И детям Это будет полезно Вы тоже будете Пенсионерами Доживете Еще до пенсионного Возраста Вам подольше Придется работать Вот такое Дело У пенсионеров Главная задача Чем себя Занять Иногда Идут Устраиваться На работу Подметают Что-то А другие Дома Православным Надоедает Это всем К батюшке Подходят И говорят Батюшка Благослови нас Бабушку отравить Мы замучились С ней И умирать Не умирает И смердит На исповеди Благослови Отравить ее Чтобы она Не смердела Здесь Это один случай Другой В советское время Учительница Задала вопрос Учащимся Кто для вас Является Примером Из женщин Ну Надежда Крупская Конечно Ну это так А живые И только Одна Девочка Подняла руку И говорит Бабушка Учительница Постоянно Говорит А она у вас Верующая Она говорит Да вот В этом все Она верующая Я спрашиваю Кто из вас Мучается Что у вас нет Вы не знаете Куда время деть Я вам подскажу Куда девать время Салон 118 164 Стих Семикратно В день Прославляю тебя Я самый близкий Спрашиваю Вы это делаете А как Ну один раз Что считать Сказал Господи помилуй А потом еще один раз Сказать Или как Семь раз Я не знал Я стал об этом молиться Нигде не написано Ни у святых отцов Вообще Нет толкования Мне придумать Не надо Я себе Не доверяю Я молюсь И вдруг Стих Как бы Выплывает Передо мной Как бы Я не вижу Ничего Но Мертво Я говорю Да Господь Может не это Я еще не прочитал его Ничего Только этот Живая связь Живого человека С живым Богом Запомните Это выражение Семикратно В день Тогда я стал Думать Без начала Нет ничего Это три святые Царю Небесную Утешителю И дальше Очень наш Это вступление А потом Сто поклонов Я разбил По десятке Первое значит Христу За все что в моей жизни было Благодарю тебя Господи За тот день Когда я Впервые поверил в тебя В твой приход В суд страшный И второе Благодарю тебя Господи За тот день В который Ты дал мне Святую Библию И указал на толкование Святых отцов Я каждый день Наполняю комнату Этими словами Минимум семь раз А иногда Я в пенсионер Восемнадцать раз Я спрашиваю Ты семикратно В день Давыд говорит Я Золотовый говорит При множестве Забот царя Управляя народом Он семикратно Остановился Он не сказал Как это Вторая десятка Там Сто На щетках Сто Бабышек этих Богородицы Как ты нас любишь Как ты заботишься При сна Деви Марии Матери Христа Бога нашего Вот так нужно говорить Христа Бога нашего Не просто сына человеческого Христа Бога нашего Покрывал им Опором любви Ты спасала нас Как мы путешествовали Как было тяжело И мы вышли Вышли и живые Вернулись И все сохранили Третья Десятка Ангелу-хранителю От видимых Невидимых Опасностей Как он избавлял Ангел мой Он рядом Благодарю тебя И прошу тебя Ангел мой Хранитель Не покинь меня Когда душа Будет от тела Разлучаться И проведи душу Мою Помытарством Страшным И непонятным И веди душу Мою В царствах Христа Бога Навеки Не просто Посмотреть Это я каждый день Повторяю Семь-десять Больше раз Я советую вам Испытать это Всем в интернете Которые просят Помолиться Я им это скидываю Вы согласны Молиться так? Согласны Просчитайте еще раз Это заметь Вот три Четвертое Иоанну Крестителю Более Великого человека Изрожденных женами Никто не восставал И я его прошу Научить нас Господи Через Иоанна Поститься и молиться И никого не бояться Ни царей Ни начальствующих Он Обладая даром Пророчества Конечно знал Что Ирод не послушается Но он обречил его И обречил не просто За убийства какие-то На чем больше всего гибнет Прелюбодеяния Потому что При живом брате взял И притом У него уже дочь была Которая Соломия танцевала То есть Преступление это было А если преступление есть И царь Виновен в этом И нет исправления Обречения Бог отнимает Пророчество От всей страны Не просто так Я согрешил бы Спрятался И все бы было хорошо Не будет хорошо Тонкие нити греха Они будут Излучать Свою отрицательную Как неверующие говорят Лучи И это будет отражаться На земле И после смерти Вот он лежит В мавзолее И земля смердит Как отец Дмитрий Смирнов Говорит Сжечь Распылить во вселенной На земле нет ему места Большего злодея Мир не знал Никакие Никакие Гитлеры Наполеоны Аттилы Столько зла Не сделали Как он Ты это знаешь Прости Бога Чтобы Господь Очистил землю Как-то И четвертое Это уже Пятое Никола Чудотворец К нему часто Обращаются люди А дальше Все остается Пять Первое Я перечисляю Всех пророков Начиная с Ильи Елисея Инох Моисей Самуил Аарон Давид Напан Данил Отроки И все пророки Перечисляя Исаия Иеремия Иезеки Иля Моз Те которые Нас известны И в конце Добавляю Молите Бога О нас Да исполнит Господь Духом Пророческим Церковь Свою Дабы день Прихода Твоего И нашего Отшествия Вот этот расстрел Не заставил нас Неготовыми Но чтобы Все мы Господи Вышли Навстречу Тебе С горящими Светильниками Истинной веры И сосудами Полными Илея Добрых дел Соделанных Духи Святом С любовью Не просто Добрые дела А в Духе Святом С любовью Повторите Про себя Чтобы мы Вышли Навстречу Тебе Господи Как К жениху С сосудами С истинной верой Светильниками Истинной веры И сосудами Полными Илея Добрых дел Что такое Илея Соделанных Духи Святом И с любовью Что Бог Исполнилось Те люди Которые Были расстреляны Знали ли они Это Там юноша Один Армянин Учился И полюбил Девушку Русскую И он увидел Что она расстреляна И он С четвертого этажа Выпал Там еще Сколько будет Рыдает Матери Показывает Директор Я только За три минуты До этого Вышла оттуда Там где-то Дела свои Делать И в это время Выстрел Она не поняла Еще что Иначе Она первая Была убита Чтобы День Тут не засталась Неготовыми Молитвы То такой Нету Зачем Мне Бог Позволил Дожить Почти 80 лет Это Никогда Не думал Не знал Что-то Сердце Прихватывало Когда мне Пять лет Было Потом Разные Разные Болешки Были И вдруг Ничего Не стало Нигде Ничем Не болею День И ночь Сижу По 14 Часов За компьютером Представьте Книги Но чтобы Потом Святые Ангелы Архангелы Херувим И Сарафим И все небесные силы Престолу Божию Предстоящие Молите Бога Нас И в эту же Десятку Входят Все апостолы И Петр И Павел И Евангелисты Матфея Я добавляю Господи Научи нас любить Слово Твоего Это уже Десятку Чтоб мы Любили Слово Твое Исследовали Его Ибо через Писание Твое Мы думаем Иметь Жизнь Вечную А они Свидетельствуют О Тебе Это буквально Взятое Священное Писание Дальше Мученики Мученицы Вы даже Знаете Кто Я начинаю Перечислять Игнатий Богоносец Это младенец Которого Христос Брал и говорил Таковых Из Царства Небесных Епископ Брошенный Нудь вам И дальше Перечисляю Всех До последнего Которые Сейчас Канонизируются О Царской Семействе И другое Еще одна И дальше Я прошу Молясь Об этом Господи Дай истинную Веру И вижу Которые Родители Неправильно Воспитывать Я не буду Даже называть Они даже На это будут Злиться Что я молюсь Я их знаю На меня К слову Сказать Еще вставку Одну сделаю На прошлой неделе В 14 Бывший член Нашей общины Здесь Прискверный Сделал ролик И поставил Вал Игла Это вилл Это бес Это демон Это сатана Саша Дмуха Если уж Хотите знать И наши Которые потерявки Сдают Есть один Который с ним рядом И он сразу же Да это бесенок Это дьявол Бог поразил Его уже однажды Он ничего не понимает Помолитесь о них Они не знают Что это великую награду Мне готовят Радуйтесь Веселитесь Велика ваша награда И ничего нету Ничего Они сказать не могут И показать Я бы сейчас посмотрел А что у них есть А ничего нет ни у кого А тут Под своими именами вышли Потому что Я до этого перебрал Говорит о нравственности Любить жену Как детей А сам прелюбодей По чужим женам там лазил Пока не выселили Совершенно сожженная совесть Что я могу сделать Только плакать о нем Ему так много Бог давал И ничего не осталось Мертвый восстал А вам как А мне никак это Они все мне сделают Я с вами У меня друзья Они не могут показать С кем они Все по одному вылазят Ни у кого ничего нет Ни друзей Никого У меня друзей Даже высказать нельзя Но и врагов хватает Дальше Я считаю Святые отцы Молите Бога о нас Василий Великий Григорий Богослов Я за того Даже сиропим И до конца Дохожу до последних дней И все переводчики Священного Писания Молите Бога о нас Досохранить нас Господь Святой Православной Вере А замос Иеретикоп Из тех Кто развеет Разруш Чтобы ничего не было Это просьба И последняя десятка О женных девах Молите Бога о нас И перечисляй Всех Которых знают В общем Я перечисляю 77 имен Ежедневно Много раз Поверьте Это радость После молитвы Не хочется Вообще разговаривать И не хочется С молитвой уходить Но Чтобы знали Так это же Семь раз Так это сколько время Семь минут Ну там Сатистика куда мы Ну семь-то минут Ну Ну семь-то минут Сама подумай Мы говорится В туалете Больше время проводим И за столом Пенсионеры У вас много времени Молитесь Найдите себя Найдите вас Благодарите А дальше я добавляю Господи Дары женам и девам Смиренно мудре Послушание Молчание И сохрани их От всяческого поругания И особенно этой молодежи Об этих наших красавицах Молюсь Сатана все знает Вот она понравилась ему А он за ней увязался Она говорит Ты что хочешь А он не русский Там такой А он уже приготовился А ты Я тебе сколько раз уже ловил И ты все ускользаешь Будешь со мной или нет Избавить Бог Он за косу ее Наклонил И сразу кислоты Вылил ей Баночку в лицо Навсегда лишилось зрения Лесо все изуродано Проедено до кости А это тоже чья-то дочь И все от того Что люди забыли Бога Ну ладно Его наказали Сам себя расстрелял Гитлера нету А страдания-то остались Почему никто Тогда ему Когда он В великой нужде был Это самый Адольф Почему никто Не подошел Не сказал Сейчас выставляет ролик Как мусульманин Ревностный От детства был Просто строжайшая Мусульманская семья И он Мусульманином должен был быть Исследовал Коран И кому не скажет Несоответствие В нашей Библии Как можно верить Никто не мог ответить И наконец На такого Он толкнулся студенты Который Все его вопросы Разрешил Явно что Не православный Он по Библии Разрешил Все вопросы Которые он ставит Согласно Корана И Библии И он Давай дальше исследовать Какое горе Принес в стране Для родителей Он умер Я могу Кто пожелает Скинуть это Показать Я много видел Роликов Где мусульманин Принимает христианство Но впервые такое Живое И он ходит По сцене И все это говорит Он говорит Как другим Теперь свидетельствует И вдруг обнаружит У него рак Четвертой степени В желудке Что-то там есть И дальше Историю Вы увидите Где Он живой Он ходит здесь Как я счастлив Что познал Христа Какое горе Что ли Он говорит Мусульманин Искуя жизнью Если погибает Мусульманство Они должны убить его Тысячи охотников За ним И он на это идет И на арене Он нигде не прячется С Салман Ружди Как По сегодняшний день Там Сатанинские стихи Ваня переводи Янафа Болеев Так И дальше я добавляю Господи Избавить непокорности И перечисляю Жен Дев Кое-кто из вас У меня там есть Со своей Молитесь Что были послушны мужьям Не перевертывайте Пирамиду Не перевертывайте А если он меня любит Пусть исполнит Ты должна быть Звезднована Павел говорит Учить жене Не позволяю Не властвовать Над мужем Он отчет держит Только перед Богом Не перед тобой А ему глава Христос А Христос любит церковь Отдал себя за нее Отдал Но не забывайте Сказать и дальше Но когда церковь Не покоряется Он ее в горниле Испытаний Переплавляет Но в первую очередь Церковь-то была И в Ветхом Завете Это пленение Сотни лет Пленение Страшнее Войны Святые говорят Если мы знаем Бога Как мы можем Не говорить кому-то Ты себе скажи Когда ты последний раз Говорил о Боге Когда тебе вопросы Задавали о Боге Мне говорят Ну вы раньше Проповедовали Ездили А сейчас все Вас Бог отнял Я не еду Ну существует Возрастная Говорит Какая-то ступень На которую Уже трудно залазить Я сейчас В десятки раз Больше Даю Чем раньше Почти каждый день Приходят новые люди Благодаря вашим ресурсам Мы познали Бога Мы сейчас никуда не отходим Мы только здесь находим Вчера Сергей парализованный Вы Заранее предупредил Брата Владимира Вот Пащенко Снимает он Говорит Если он говорит Ну у меня там Стационарный Там процессор Монитор У него-то этот Блин-то такой Маленький На моем Днем был А я рядом Торщал с ним Все слышал С тайны-то нет Никакой Володя там Все ему говорил И все хорошо А потом он Поздоровался Ну я перенял И там в конце Тоже поговорили Я к чему говорю К тому 15 лет Человек лежит И он написал Еще год назад Рак Изнутри Живет Мое тело Мое мясо Рак Он болеет 15 лет Не движется Ни ногами Рука Ни одна Только может Там голову Поворачивать Все И где-то Плечевой сустав В одном месте Научился Я канаписец На весь мир известный Какой у него Трезвый ум Сколько людей К нему приходят Ролик за роликом Выставляют Монтируют Я просто удивляюсь Это режиссер какой-то Вначале говорит Я заждался вас Когда встретимся Подал тогда заявление Он член нашей общины Потеряются Не наши здесь Туда думают Может никогда не приедет Но все-таки Это сладостно слышно Приятно О простых делах Я вам говорю Как будто А вы себя испытайте В этом Я вчера спрашиваю Одного Скажи Ты же на пенсии Да Семь раз молилась Тем более Это по 7 минут Только Нет Я больше не буду Говорить Я знаю Что Огорчаются А ты бы наоборот Порадовался Тебя подтолкнули Тебе сказали Для того Бог освободил тебя Это Ян Амос Камынский Его называют Отец мировой Педагогики Говорит Посмотрите Лошадь Два года Ее уже запрягают Корове два года До этого Она уже нормальная Корова Человек Это ведь Определенный Возраст стоит Там Когда замуж выйти До 20 лет еще Неизвестно Кто будет Школу кончить Да еще 5 лет Института Зачем А еще бы он Быстро то вырос Его бы запрягли на работу Он не вылазил бы С хомута От всего освобожденного Только учись Занимайся Перенимай на себя Это даже тоже Надо знать К слову сказать Одна В театре Слониха Что-то с ней сделалось Всегда послушно Выполняла И вдруг Как взбесилась Начала ломать Одного задобила Второго Третьего Клыками подняла Ну и Арестовали ее И главное Заседал суд Приговорили ее К смертной казни Через На электрический стул Но стула такого нет Они приготовили Ей не давали Долго есть А потом кушали С анистым калием Там такая Раздави ампулы Ты уже умер И Софициальные Башмаки Надели на ней Провода подвели Чтобы высокое напряжение Умерло Мгновенно В другом месте Написано 60 голубей Из голубятни Это все попутно говорю И научили Через границу Банкноты переносить И наконец обнаружилось Все голубей арестовали И предали казнь Как интересно То есть люди Как бы даже на земле Показывают Просто так Не сходят с рук Ни животным Ни людям Мы знаем Одного полководца Как он готовился Переплыть Там где-то Гибралтар Или что-то у него И буря была А кто виноват Побило корабли Вынесли решение Отстегать море плетями И воины стояли И стегали по волнам Это наука Теперь по нашему Совсем рядом Ключи кто не сдал На лето давал Кто еще не принес Будем считать Принесли Тут стоит рядом мешок С липовым листом Который мы сами нарвали Володя высушил Берите еще осталось Будете хороший чай пить Около стола С той стороны Называется зеленый чай Дальше У нас варенья Володя наварил много Мы ягоды брали Володя будет говорить Когда Кого нет Какого варенья Он говорит Какое там Смородина Малиновая Разная Пожалуйста Я хочу выразить Всем благодарность Когда нас отправляли На лето Ну Не обижайте Что я назову Только некоторых Вы все участники В этом Всегда очень сильно Участвует Несколько человек Непременно Это наш Вот брат Андрей И машину Достанет И отвезет И сразу Нам тут Мишки Сахара Везет Ну и все Такое Виктор Андреевич Ну Зачем Ну Зачем Ну Радостно Не ты Я и говорю Мне радостно Это сказать Вот Это вдова Положила Больше всех И сказал же Господь Прямо на нее Указал Это не запрет Все участвовали в этом Все Кого не посмотрю Без вас Вообще ничего нету Дальше Вот что у нас на столе лежит здесь Брат Игорь Там какие-то картинки с надписью Посмотрите Кому Это божественно Это из Гранделя Надписи Посмотрите Легко вешать Там есть Оно чем хорошо Очень легкое Не надо Вбивать гвозди Просто кнопку берете С ног Ну посмотрите Раздай сейчас Раз потихонечку И подвешивайте Дай мне Вот Пожалуйста Берите себе Вы поглядите Но ты Грехами твоими Затруднял меня Беззакониями твоими Отягощал меня Я Я сам Изглаживаю Преступления твои Ради себя самого И грехов твоих Не помяну От Иоанна Это И И Исаия 43 глава И подписи есть Видите Ну ладно Я продолжаю Дальше можете Разбирайте Разберите Есть тут просто котенок Там ничего нету Сами прям возьмете На принтере напечатаете Какое вам надо И подклеите Котенок Так все Не пристепить Вот смотрите Я вопрос вам задам Мы находимся в Потеряевке Из Потеряевки У нас есть Девочки И мальчики Которые учатся Здесь Кто Как О них Заботится Об этих Которые Учатся Потеряевски Здесь Ну Вот Понимаете И вдруг Звонит Звонок Мы отправляем Машину сюда И вдруг Звонок Со мной Разговаривает Один из ваших Людей И говорит Побеседуйте Побеседуйте Позвонил Я разберу Я разберу Это посмотрю И Златоуст Когда разберешь Поблагодари Что он облечил тебя А если нет Это нет Он сказал Напрасно Поцелуй его За намерение Он хотел избавить тебя За намерение Только За того Смог Это Додуматься Сказать Дальше Вот на столе Что есть Заглядывайте Смотрите Там Калина С сахаром Сделали Берите Тут еще Ягоды Черноплотки Были Я не знаю Есть ли В этой чашке Берите Это все Бесплатно Мы старались Как могли Это я приехал Здесь И целый Ер Сидел На колене Пусть Бог благословит Замерзшие руки Дальше Вот маленькие Такие мелочи Говорят А вы мелочный человек Мелочный Нажная из мелкого Состоять целая В малом Великое При входе Отсюда Растение Кто садил Скажите Самое высокое Растение Такое Необычное Как оно Называется Запомнил Удивительно Прошу Не ломать Я смотрю По наружному Обведению Когда они качаются Я вижу Большой ветер Или маленький Это барометр А в прошлом году Сломили А вокруг Которая мелкая Там они могут Взять Вот она кто Вырезает Не трогать Я прошу Без разрешения Не трогать И без разрешения Без разрешения Просьба Ничего сюда Не приносить Принесли Положили Не знаем Куда деть Вы слышите Нет Представляете Что это как дом Не отвлекайтесь Пока Я говорю Даже не слышат Как увлеченное Вот смотрите У нас Остаются продукты Там стол Я в первую очередь Спрашиваю Дроботы Что вам нужно Мука Крупы Сахар Растительное масло Вермишель То есть Уже не умрут Я вас спрашивал Варенье сейчас Говорю Да у нас все есть То есть На первом у меня месте Вы А потом мы узнаем Кому нужно Вот на неделе Пришла ко мне Оля Секлакова Она Говорит Я болею И то другое Помидоры взять Я спросил А если нет Там Картошка Мы вот такой Картошкой Не брезгуем Маленькой Мы ее Мыем Но не чистим Потом растолклили Засушили И так потребляем Кому нужна Картошка мелкая У нас несколько Мешков Пять еще Мы считаем Это для нас Вполне подходящее Люби ближе Как самого себя Нет Морковка есть еще Дальше Вот вы приносите Маленький пример У нас лежат Продукты там И кто-то Сверху Положил Тыкву Порвали Целлофан Наши Зачем она туда Какие-то растения Длинные Отломаны туда Зачем сюда Тащить Мышам Ну я очень прошу Не надо этого делать Мы же не для себя Это все И огорчительно Это Повреждено А ни за что Ни выгоды Никакой Нет Зачем туда Совать Когда там Места много И в углярке И везде Зачем Прийти сюда Где продукты На них Залезти И туда Бросить И порвать Неужели Вы думаете Что Вас Бог А там Учит К нам приходит Человек Он Как бы Двоюродный деда Вот этой Гликерии Володя Пенкин Он Неженатый человек Он Любит Монастыри Разные Ездить И вот Он На свалке Там Бывает И подбирает Не для себя А бывает Где-то Списывает Такие Марьера И Списывает Очень Хорошее И он Там Это Берет Мешки Постирал Я думал Это С фабрики Мешки С завода И он Принес Кто-то Выбросил Книги В первую очередь Библия Принес Две сумки Но видно Что это Было В руках У сектантов Я смотрю Какое место Подчеркнуто Что А там Дальше Журнальщики Ну и Православные Там Есть Они у нас Здесь Мы не можем Разобраться Кому Это интересно Зайдите К нам Возьмите Там Церковь Христа Церковь Новая жизнь Совсем Церковь Церковь Святой Троицы Это Все это Не православное Но Книги Их написаны Хорошие Я посмотрел Ну нигде Нету Там Чтобы он Против истины Воевал Как они могут Так говорят Разные Деркси Для них Но не Златоуст Главное Но мы должны Изничтоженное Излечь полезное Эти книги Там много Приводится Мест Писания Ну Кого это Заинтересует У меня просто Нет времени Разбираться С ним Я посмотрел Все хорошее Но не православное Много Если вы подойдете Мы отдадим вам Дальше Вот об этих книгах Кому-то не хватает Здесь занятий Берет И свободно Не трогайте Это На продажу Остатки Визывайте Почти 70% У меня ушли Бесплатно Не считаю Сейчас еще Находится Было сколько Приезжали Всем по полному Комплекту Тоже бесплатно То есть 38 книг Раз Одной книги Опять нету Положили туда Оттуда Спрашиваю А чья там Кому принадлежит Он Бижу номер один Новый Завет Особенно Новый Завет Это трогать нельзя Не прикасаться Не открывать Не искать Не прикасаться Это магазин Вы хорошо слышали? Да Я прошу в этом вопросе Соблюдать Потому что Их своих книг И своими Я не считаю книги Иначе будет И дальше У меня неприятность Случилась Неприятность По моей вине Потому что Я к чему-то Безразличен И на этом Я Потерю Большую Приезжает Человек один В Потеряевку И говорит Я был В командировке И мы с женой Я говорю А жена знает Что ты хочешь сейчас говорить? Знают Приехал ты с женой И вот Я заработал Там Десятину Или что-то И никому Я не нашел Идти Как только к вам К батюшке может? Нет Я говорю А вы? Она говорит Я согласна И сумма довольная Не простыми А зелененькими Поняли О чем говорил? Да И где я их сунул Я не знаю То есть Я безразличен К деньгам Вообще Для меня Вот сейчас Вот Эта комната Наполнена золотом Я ничего не понимаю И выйду И пойду Чтобы не задавило Только К деньгам Вообще Ну никак Вот кто-то присылает На мой телефон Уехал Там 300 рублей Сейчас приезжаю 11 тысяч 11 и 300 рублей Это разница Снять Вдруг Десятину Надо отдавать Я ничего не понимаю Десятину Это С 10 тысяч У меня тысячу отнимут Деньги не мои Я сейчас не знаю Что делать Я объявляю Не посылайте мне сюда Есть карточка Есть У меня Сберкнижка Где я пенсию получаю Эти деньги Я не могу найти Я все смотрю Как этот человек Вышел от меня Так Другие деньги Там еще были Я вышел Куда их положил Там не нашел Где я мог в это время Куда Мне надо положить Чтобы не нашли Привез я их сюда Вот выше было Нету Я уже Мелкими шажками Иду все Везде поднимаю Подметаю Смотрю У нас было однажды Так Сестра может себя Не показывать О ком я буду говорить Сестра наши Любят чистоту И когда я приезжаю сюда Они заранее готовят Все это Сейчас он добивается Дай постираем Прошлогоднее А я за год не давал Да и не дам Орвать-то только Для меня этого достаточно И они все Залезли туда Где я тайничок сделал Книги выкупать И положил туда 65 тысяч Книги выкупить Ну 65 тысяч На мою-то пенсию Когда она была Тогда 3 тысячи Кажется Все Ясное дело Что это кто-то Где-то как-то И она залезла туда В газете Она не разбирая ничего Газета какая-то Она туда Залезла туда За помойное ведро Проникла Вытащила И сразу в печку И все Сожгли Понимаете Я не просил Этого делать Дальше Да зачем Туда было Лезть Где Помойное ведро И стоит И вообще Там ничего Нигде нету И залезть Искушение Да и какое Искушение И все Сожгли Она попыталась Только могла Восстановить Не знаю Все или не все А сейчас Тут такая сумма И сумма Это Уже мною Я решил Они раз Говорят Лучше всего Вы знаете Куда употребить Эти деньги Во славу Христа Я нигде не мог Как определить И вдруг Случилось Это что у нас Дети осиротели Я сказал До копейки Все туда Я перед Богом Все Господи Ты меня знаешь Но не мою Негодность Посмотри Безразличие Я виноват Помоги мне найти Я виновен Уже Не перед кем-то Перед детьми Делаясь Чтоб понятно было Что они о двух рублях Идет На наши деньги Это 180 тысяч Я прошу помолиться Чтоб Бог открыл мне Это Это благодаря Моему безразличию К деньгам Так небрежно Я обращаюсь с ними Я знаю Что ко мне Ни копейки не будет В Америке Мне сколько давали Ни одного цента Не потратил Я просто образовал 13 библиотек Полный КАМАЗ Там разных инструментов КАМАЗ Сетка арабиста Привез Потеряевку Нигде ничего Так что подозрений Никаких не было Если Господь найдет Я сказал Молитва о всех Вот что сказал Путин Я вчера Еще Я иногда Несколько раз Прослушиваю И посмотрю Не переставайте Молиться О правителях Нам это полезно Научитесь Ценить Это драгоценное Мирное время Чтобы Господь Приготовил народ К великим Страшным испытаниям Грядущим на всю Вселенную Я так молюсь Грядущим Они придут Но нас все равно Сожгут Но будем в рай Они сдохнут Так нельзя говорить Да Ну понятно Но надо Чтобы еще Продлил Господь Вот мы молимся За правителей Я подскажу Владимира Дмитрия Ну понятно Медведев И дальше Сразу начинаем Дональда Рамзана Петра Рашенко Александра Лукашенко Эрдогена Турецкого И всех царей Начальствующих Господи Сохрани их От покушения Патриархам Священникам Эпископам За Папу Римского Того Который ушел Франциск Молимся Каждый день Дай всем покаяние Исполнение Духом Святым Рождение И крещение Духом Святым Мы каждый день Неоднократно Взываем к Богу А все Монахи Они весь мир Я говорю А что Воробьях Только о голубях Молюсь Монаши Стоять и молиться За весь мир Да вы Имена эти не знаете А кого мы перечисляем Кищаться Чем за весь мир Мы обязаны молиться Ничего в этом Особенного нет Так Я не знаю Главное это Виктор Андреевич Возьми на контроль То что я буду говорить Газета Аргументы и факты Печатает Кремлевская диета А другой мужик Я никакой Кремлевской диеты Не принимал Но 65 килограмм Весу скинул И показано Стоит такая у него брюшина А теперь стоит мужчина Все болезни ушли Ни глоукома Ни колени Ничего Нету Можно этому верить Что Женщина одна А та поменьше Это 48 килограмм Сбросила Я говорю Забыла дорогу к порщам Не вылазила от них Так ли это или нет А сегодня Ответ Сегодня звучал В проповеди Я на затопе Говорю об этом Ну если Так то Мы в деревне Там одну работу делали И Один человек Почти на коленках Подбирается И тащит к себе Чурку Спина болит А я выставил И сразу же пошли ответы Главное Это у него Живот Пусть он говорит Сбросит Мускул Не порода Не порода Но мы Просто все такие Тонкие Говорят Звонкие Прозрачные Должны быть Я каждый раз В бане Прощупываю Своё живот На себя смотрю На кого я стал похож Всю жизнь боялся Соседский парнишка Был Вот такая у него Личина была И Все время Какой-то он С меня Федя Мы так боялись Быть на Федю похожей Я спросил Батюшка Говорит Я точно так Он на его примере Мы Боялись И чуть-чуть Где-то Я в армию взял И кажется За первые полтора месяца На 11 килограмм Поправился В армии Когда гоняли Там до 10 пота А почему Работал В МВД Строгорежимный лагерь Семь месяцев Без выходных В две смены И дай процент 103% Ему За один день Пребывания Два засчитываются А 121% Если выработка Три дня Ну топор Мина шеи вешают А я-то только Со школьной скамьи Такой же колледж Как вот в Керчь Расстреляли Крым Три дня в трауры Попутно сказать Я вот сегодня Увидел Я Называю Это ничего Что имена Сегодня Варвара Сидела С Галина Александровна Сестрой нашей И это хорошо И она девчонка Спокойно просидела А до этого Маме приходилось Прилагать усилие Ловить буквально ее И папе Вот И кто это Сказал Это всегда Так надо делать Может быть Самый главный Кто к этому побудил Мирон Потому что Потому что занял ее место Ну вот вы Сами Такое хорошее Если увидите Так Принимайте Это Дальше Сложный вопрос Сложный вопрос Один задам Не плевать все Только Говорят Мы так его обредили Там ему Пропарафинили Этого мертвеца Все изнутри У него Вытащили Ничего нету Гроб там Сынковый Запаянный был Коснулась Однажды Выкапывать Весь съеденный Щервями Откуда они взялись Когда мы Такое ему Стерильное Чисто Внутри человека Сколько находится Этих организмов Разных Я не знаю Насколько это верно Цифра очень большая Даже боюсь называть И они в человеке Нормально Переворачивают Пищу Все Помогают Этому Это я высчитал В интернете Ну Это литератреч Скажем А Человек сам С собой туда Заносит Якобы Микроорганизмы Не обязательно Черви В нашем понимании Только Черви живут Микроорганизмы Разрушают Все Бактерии Они были с нами Ну и помнишь Гробы ходящие Господь сказал Гробы окрашенные Так что Расшифровка идет Уже Из внешнего Что у нас Здесь есть Ну вот То что у нас было В каждой клетке Заложена смерть Поэтому Даже пискарики Не помогут Так Слово сказать Кто Наших Пискариков Не пробовал Ни разу не пробовали Сушеных Пискариков Гальянов Гальянов Вот возьмите Не пожалеете Ну они просушенные Возьми Так Притом Кто бы не поел Всем нравится Ела? Нет? Ну вам Ассетра нужен Ну его нету Так Кто ни разу не пробовал Я ела Ела Хорошая? Хорошая Но она не полезная Вообще Ну если не согласна Лучше промочи Нет Так Все Раиса Николаевна просит Раиса Николаевна Не пожалеешь Дело в том Что бесплатно Самое главное Так Это на двоих Это как нищий Он подает Эколоцеркви Пятачок На двоих показал Между собой Разделите Разрежьте Завершаем Молимся Песнопение Трапеза И занятия Заспоем Святого Истину Блажителю Богородицу Приснов Блаженную Имене Порочную И Матерь Бога Нашего Честнейшую Херубин И славнейшую Бесравнение Серафим Безыстрение Бога Слова Родшую Сущую Богородицу Тя Величаем Господи Защити Родину Нашу От Лушествия И наплеменников От Медренных Расплей От Беззакония Которая Втайне Останови Девущим Зло На сухи Правителей Страны Нашей Чтобы Принимали Модрые Законы И Все Причерства Шептают За Просухи Защити Людей Не Поздавших Тебя Обрати К Исине Чтобы Божественной Любовь Твоя Коснулась Каждого Сердца Священники Которые Не служат Тебе Как Должно Пусть Покаятся В непряжении Своем И Проповедуют Смело И Ранославным О Иисусе Христе Господи Господи Праведны Суды Твои Над Россией За То Что Оставили Тебя И Слово Твое И Извечения Святой Библии Прости Нас Господи Владыка Жизни Что Сокрыли Имя Твое Бог И Его Дух Святой Довошает Нас Не признавать Никаких Тебя Бог Под Я Раба Отче Господи Научи Нас Семикратно В день Прославлять Тебя За Суды Правды Твоей Тебе Глава Слава Чести Поклонения Просвятая Твоя Отече Аминь